Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И у нас обзор игры My Town Домашние Животные. То есть мой город, новая версия 21 игры Мой Город, которая называется Pets или Домашние Животные. Вы уже просили не один раз эту игру записать. Она буквально только вышла, потому что всего лишь ее человек 15 оставило свои комментарии и оценки. Давайте с ней разбираться. Особенности этой игры в чем? В этой игре уже можно переходить по другим локациям. То есть можно перейти в первую часть игры Мой Город, а еще в какую-то. А как это делать, я пока не знаю. Надеюсь, разберусь. Итак, где это мы вообще находимся? Слушайте. Это мы находимся на главной площади. Никого не видать. Пошлите всех искать. Ух ты. Это, наверное, парк для животных, да? Здесь на дереве можно поспать. Видите, смотрите. И для птичек, и для собачек, и для кошечек. Этот... Ну, спальник есть. Типа, кроватки, да? А сверху тоже для птичек куча всего. Какой-то подъем для них. Куча всего. Не хватает только животных. Животные, ау. Так, кто у нас здесь есть? А как всегда, наши друзья, да? Вот они. Доктор, получается. А затем... Медсестра. Наша мама с папой. Вот, кстати, первое сердечко я нашел, да? Детки. Макс. Катя. Всего лишь двое детей, да? И наши младшенькие. О, и совсем младшенькие. Ясно. Так, ладно, пускай. Допустим, позовем на кого. Давайте поддаем... Макса и Катю, да? Пускай они разбираются, где здесь что. Ведь, в принципе, я уже знаю из своего опыта. О, пять сердечек нам дали. И... Эх, одного не хватило, да? А так вот, из своего опыта я знаю, что в основном животных домашние покупают по просьбе детей. То есть, если взрослые, допустим, в жизни никогда не захотели себе домашних питомцев, то детки уговаривают, там, хочу хомячка, хочу кошечку, хочу собачку. Поэтому давайте искать, где вообще здесь магазин. Вот так. Может быть, вот это вот? Или вот это вот? Странно. Так, смотрите. Здесь у нас... Хомячки, получается, есть, да? Кошечки есть. А сверху там разные птички. У нас есть корм для них. А где же покупать нам животных? Слушайте. Может, все-таки здесь? Нет, это клиника, да? То есть, здесь мы животных лечим. Это операционная. Вот, кстати, последнее сердечко. И теперь у меня их семь. Но только я играю на эмуляторе, поэтому, когда я нажимаю на подарок, у меня почему-то игра раньше зависала. А ну-ка. Слушайте, я не зависла сейчас. Класс. А значит, разработчики что-то исправили. А вот еще одно сердечко есть. О, а здесь наша мама, смотрите. Я не понял, а куда это меня перенесло? Увидели, я появился где-то вообще в другом месте. Что это у нас? Что это у нас? Хомячок такой или что? Обалдеть. Мама, ты купила нам хомячка, а мы об этом не знаем? Или это игрушка? Подождите, я не пойму. Это живое животное. Или это... Оно... Его пищит. Хотя пищит как-то странно, как на игрушку нажимаешь, и она пищит. А как узнать? Эта игрушка, допустим, видно точно, да? Она не пищит. Эта тоже не пищит. А это вот пищит. А как проверить? Я не знаю, честно. Так. Компьютер. Ладно, это все хорошо, но я не хочу пока мне здесь находиться. А, это вот магазин одежды для наших питомцев. Так, я все-таки здесь немного не завершил путешествие. 39. Чего это 39? 39 питомцев вылечено. Вот эта операционная, да? Весы можно взвешивать наших питомцев. То есть все как и у людей, да? Так, ну... Это все интересно, но хотелось бы узнать, скорее всего, только там в одном месте можно брать собачек. А, а вот здесь я еще не был, да? А вот здесь я еще не был, да? В этой локации. Ух ты! Это получается вообще салон для питомцев. То есть здесь можно... Здесь можно, получается, для них сделать любые там прически, маникюры, педикюры. И вот сердечко еще одно спряталось. Все, с локацией разобрались, а где что находится. А там остальное место. Вот так вот все здорово помыть их можно в душе. Так, Макс, Катя, давайте пойдем выбирать себе питомца. Какого-то первого. Так, идем ко мне. Пока мама с папой не видят. Давай, ты сюда. Так, Катя, ты сюда. Ай, стоять. Есть такое дело. Так, и давайте смотреть. Ага, видите? Это все-таки хомячок живой. То есть такой, как был у мамы. То есть мама, пока мы тут бродили, искали себе других питомцев, она взяла нам и купила хомячка, да? Вот это... Ааа, вот и собачки, я их не видел, слушайте. Какие-то собачки. Ну вот эта беленькая первая, которая, сразу скажу, мне она не нравится. Может кто-то меня не поймет. Это такая собачка там скрещенная много раз там с кем-то, с чем-то. С такой большой головой, кажется. Ну они вообще, я считаю, что они какие-то там бойцовские, там злые. Мне даже, честно, возле них там на по улице идешь, страшно самому проходить. Не говоря о том, что если там с детьми, с маленькими идешь. Не дай бог, где-то что-то бросится на кого-то. Ну, в общем, мне нравится мне эта собака. А вот эти две остальные такие прикольные. Не знаю даже, как правильно эти породы называются. Не буду искать. Я думаю, вы подскажете. Вы у нас все знаете. Хоть еще и детки наши зрители. Так, давайте хомячка мама нам взяла. Ну не знаю, если взять котика, то котик может хомячка нашего съесть, да? Хотя котики вот тоже такие красивые все. Но мне, наверное, больше нравится соседенький котенок. Мяу! Это, получается, наверное, какие-то бездомные животные, а мы их можем взять себе, да? А ну-ка. Нельзя на руки его взять? Ничего себе, котик. Слушайте, котик как Макс. Он, блин, как пол Макса. Это больше не на котика, а на какую-то лошадь, похоже. По размерам, да? А ну, Макс, ты сможешь на нее сесть? Не, не хочет. А если взять? А, такого вот ребеночка. Так. А ну-ка. Давай ты попробуй сейчас сесть на эту кисть. Смотрите. Действительно, как для этого малыша. Как лошадь какая-то. Так, ладно. С кисей разобрались. А если собачку взять? А ну-ка. Вот сюда. На собачку залезешь? Не. Не хочет. Ладно. Так, малышек, ты пока в сторонку отойди. А так. Интересно, они... Ух ты. Смотрите. Только мы взяли одного котенка. Сразу появился другой. Причем уже совсем, да, другой. А водичку ты хочешь пить? А ну-ка. Церквичка нашли. Вот. Видите, получается. Пьет водичку, да. Давно никто, наверное, их не проведывал. То есть, все, выпили. А как нам теперь эту водичку набирать? Так, кися. Так, вот корм у нас есть, да? Блин, мне некуда деть эту киси. Насыпаем корм. Слушайте, ну вот, допустим, исчез мешок с кормом. Так, собачка, это... А, и он сразу появился опять, да? То есть, мы можем... Можем насыпать два мешка корма? Нет, пока тот не съели, но вы не сыпите. Так, ну давай, кисю, ты покушаешь теперь. Вот, если нам нужно миску подносить. И она кушает, да? То есть, не кисю нам к миске подносить, а миску к кисе. Прикольно. Интересно, у кого есть кошечки, как вы называете своих питомцев? Напишите об этом в комментариях, мне интересно. У меня были котики. У меня котика первого звали Маркиз. Потом у Маркиза был сын, скажем так, его назвали Пашка. Таким после Маркиза он оказался блудным сыном. И потом уже третья линия была. Это Самсон. То есть, получается, дедушка, папа и сын Самсон. Сейчас в живых остался только Самсон. Ему уже, наверное, лет 15 или 16. Сиамский котик у меня, как бы, уже старенький. Тоже, скорее всего, скоро умрет. Будет очень жалко. Так. Мы тебя покормили. Мы тебя еще не поили, да? Вот, напоили. Интересно, водичка. А, водичка тоже набирает, смотрите. Только мы поставили. Вот она сама, видели, так медленно-медленно набралась. Ну, ладно, я думаю, остальных котиков мы тоже покормим. Покормим в будущем птички. А что с птичками? Как птичек кормить? А, как с ними вообще дружить? Ну, этого котика мы все-таки с собой возьмем, да? Мы его оденем там, причешем и все такое прочее. Цветочки даже срываются. Смотрите. А, ну, может, птичкам нужно цветочки дать? Или хомячкам? Так, а вот есть... Собачка, ты пока вместе по сторонку отойди. А давайте собачек еще других вот так вот в сторону возьмем, посадим, чтобы появились другие. И то же самое сделаем с котиками. Просто интересно, какие же здесь бывают котики, да? Я бы тут и беленькую сначала взял бы, если бы знал, что она там будет. Хотя, в принципе, можно ее и сейчас взять. Вместо этого серенького котика. Беленькая вообще такая классная. Розовые ушки. Глаз какие-то голубенькие, да? Так, птички наши. Что с птичками? Так, вот они все разные. Ой. Выпала одна из гнезда. Смотрите. И не хочет обратно садиться. О, села. Ой, красную не успел достать. Смотрите, на нее место уже другая села. Обалдеть. Так. Прикольно. Тоже все разные, да? Хомячки. С хомячками то же самое будет или нет? Они появятся другие. Ох ты, смотрите, какое прикольно. Вот этот вот. Рыжий такой, да? Лохматый. Так, птички новые появились. А собачки пока не появлялись. А, о, кися появилась новая. Слушайте, крутая вообще кися такая. Как этот, какой-то там бандит в маске, да? Так, ладно. Собачки тоже вот. Одна появилась новая. Которая тоже классная. Красивее, чем вот эти вот, которые внизу. Так, давайте покормим собачку. А почему-то у собачек нету водички, слушайте. Им что, пить не нужно? Так, давай. Не хочешь? Ну, кушай. Кто наелся, дадим другой собачке. Все. Готово. Вот, вот еще одна кися появилась. Так, ну, давайте, наверное, все-таки беленькую кися себе возьмем. Так, а как мне ее, допустим, взять с собой? Открываю вот меню. Могу я сюда? Нет, не могу переместить. Как мне ее вообще взять с собой? Люди. Так, как же нам все-таки животное для забрать? Может, без родителей не пускают? Не выдают, скажем так, животных. Так, Макс, давай. Ты самый, у нас такой взрослый здесь. Водичку оставляй. Давай идем вот сюда, к стрелочке, к выходу. Берем собакисю. Ну-ка. Вот, смотрите. Мы смогли взять кисю. Класс. Так. За мной. И давайте посмотрим. Для начала мы нашей кисе сделаем, наверное, какой-то там маникюр, педикюр, да? А уже потом ее оденем. Ведем ее сюда. Так. Макс. Эти денежка есть? А, или там у нас мама, подождите, нет. Мама у нас в магазине. Интересно так стоять. Почему так быстро двигается все? Ух ты. Обалдеть. Что ж такое ты отворил? Кисе, ты будешь пить водичку? Служи. Она уже быстро высохла. Так. Денежка, денежка. Банкомат. Есть карточка у кого-то? Так. Вводим код. Ух ты. Все. Макс, держи кучу денег. Теперь можно спокойно идти вот сюда. Вот, отлично. Так, кися, заходи. Макс, не теряйся. Так, денежку пока не спрячь. Нам ее пока рано. Отдавать мы еще не знаем, что мы будем здесь делать. Катя, ты тоже здесь будешь присутствовать. Так, тетенька, здравствуйте. Что вы нам можете предложить сделать для нашей киси? Мы ей только забрали с питомца для животных. Она как бы не была там ни мамы, ни папы, ни дома родного. И мы не знаем, что с ней делать. Так, вот, допустим, нам хотелось бы ей там причесать ее, помыть, вывести блошек, если есть, и все такое прочее. Ну, наверное, первым делом все-таки ее садим вот сюда в ванну, да? Садим ее в ванну. Открываем водичку холодную и тепленькую, да? Водичка напустится? Вот, отлично. Все, водичку можно закрыть. Так, теперь берем какую-то шампуньку. Мне плохо видно. У меня вроде бы зрение все-таки хорошее. Наверное, все-таки, да, сначала намылим голову. Вот так вот, да? Ага, это, наверное, просто гель для мытья. А, берем теперь мочалку и хорошенько вот это все отмываем. Только вон уши розовые торчат, да? Так, хорошо. Теперь можно взять душ и все смыть. Отлично. А, теперь, по идее, нам нужно щеткой хорошо ее так отдравить, да? Там куча разных грязи было там и все такое прочее. Неизвестно, как там за ней ухаживали, потому что вы видели, там животных много. А, наверное, смотрящих за ними там тоже, ну, очень мало, точнее, за всеми не выследишь. А, и берем теперь полотенечко. Ага, класс. И вытираем ей волосики. Так, все, кися у нас чистая, помытая. Дальше, что бы ей такого сделать? Ага, это, получается, можно ее сушить. Или что это делать? Там вот сверху фен еще есть. А, получается, вот у нас изображение. Можно его зажечь. Класс. Это все хорошо. Вот машинка. Так, а если мы ее пострием? Не станет она лысая. Ой, слушайте, она какая-то меняет свой облик. Так, давай, все, полотенечко мы снимаем. Так, мне уже страшно. Но раз я начал ее стричь, что ж, уже останавливаться я не буду. Будь что будет. А ну-ка. Странно, только кусочек как-то выстрюхи. Поиздевался над ребенком. Ну? Нет. Я не знаю, честно. Я, конечно, может, нужно дальше доработать ножничками. А ну-ка. Давай-давай-давай-давай. Должна быть у нас красивая. Самая лучшая. Так, а для чего это плоскоррупция? А, это ногти пооткусывают, чтобы она нас не царапала, да? А то она посмотрит на себя в зеркало и с перепугу нам все лицо расцарапает. что это мы с ней сделали. Так, ну сейчас модно разные там стрижки такие там ирокезы и так далее. Будем считать, что у нас кисть такая стала. А может мы ее сейчас покрасим и она в общем опять будет нормального цвета. Давайте для начала возьмем какую-то желтенькую краску, да? Смотрите, а та часть в которой мы выстрелили там видно шерсти нету. Она вообще не закрашивается, да? Ну-ка. Ха-ха. Не, ну розовая чересчур бросается, но некрасиво. Я все-таки хочу беленькую как было. Вот так. А вот это мы полили ее водичкой и делаем может какую-то забивку или что это такое. Разбираться и разбираться в этой игре не получается. Так, а что тут вот прически? А-а-а можно открывать. Я просто не понял как как это открывается. Можно даже чтобы светлее было на улице окошко открыть. Так, кисть давай ты сюда остановись. А-а-а и вот мы можем получается ей менять окрас, да? прикольно. Что там будем ей делать я не пойму. Вот как какая-то львица. Вот. Только та часть которую я выстрих все равно она серая так и осталась. А-а-а-а. это уже были повторки, да? Пошли. Ну, как-то так. Не очень. Это как коровка вообще какая-то. Мне, наверное, больше всего понравится вот не знаю какой даже. просто белый. Это я так просто просмотрел варианты какие были у нас. Так, хорошо. А здесь вот что у нас то же самое или это просто если два животных одновременно на сеанс попадают. А, видите, это для двух животных одновременно. Так. Ха-ха-ха. Что у нас здесь еще? Похоже здесь вытяжку не включили. здесь мы уже управили, да? Здесь мы как бы выкупали. И теперь нам нужно ее приодеть. Так. Детки, не отстаем. Мама сейчас обалдеет, что мы так взяли, купили животного в свою среду, да? Мама, привет. Мы тут себе решили котенка приобрести. А как же вы возьмете себе котенка если я купил вам хомячка? Они же друг друга стапают. Давайте их познакомим. Ипи-пи-пи-пи-пи. О, смотрите, они взяли его в ручку. Вы это видите, хомячка? Как будто вдвоем, да, даже? Кися хотела только за ним погнаться, а вот все, уже хомячок в руках у хозяев, скажем так. Так, ладно. А что нам можно здесь сделать? это получается у нас для хомячков, да, одежда? Обалдеть, слушайте, а вот хомячок, допустим, можно ему одеть такую одежку мага, да? Смотрите, это вообще не хомячок, это как-то одетучая мышь получается. А если еще колпак на нее одеть? класс, вообще, это чудо-юдо какое-то получается, а не хомячок. Так, как поменять на котят? Можно здесь или нет? Наверное, нет. Получится, что это только для хомячков? Магазин. Магазин одежды для хомячков, что ли? Так, а это? Не знаю, что это. Это, кстати, точно для хомячков, да? Вот эта штука, колесо. А ну, хомяк, давай попробуем. Как там ты будешь? О, бегает нормально. Все, занимайся, вообще, не мешай нам. Так, это все хорошо, но как нам для котят какую-то одежку приобрести? Галстук можно? Нет, а ну, может, это для людей? Нет. А, это вообще не галстук, это растушный шарик, блин. Смотрите, вешаем его, да? И он надувается. О, прикольно. Комяк, я буду на тебя смотреть, пока ты будешь бегать. А, даже есть обувка. Обувка, это для... кого? Не знаю, для кого это обувка. А ну-ка, может, все-таки... А, для людей? Обалдеть. И туфли для людей. Я не понял, мы пришли в магазин для животных или магазин для людей? Вы обувь как-то здесь как-то. Так, вывеска включенная, вот собачки здесь, все такое прочее. А, это маска, это по-любому тоже для... для людей. Такая крутая шапка над входом. Так, а ну-ка. Катя подходит от Макса тебе, тебя от кого нарядить. Наверное, такого вот, тигра, типа, вот, да? Или кто это у нас? Лис? Я вообще не знаю, кто это или какой-то кот. Пускай будет. Так, но как же все-таки здесь поменять именно, чтобы была одежда для котов? Я даже не знаю. Так. Ну, ладно. Я думаю, первое наше знакомство с этой игрой можно считать успешным. Следующий раз я постараюсь наших животных полечить, поухаживать за ними, да? Вот здесь. А, и плюс, постараюсь разобраться, как можно будет переходить в другие локации игры Мой город. Тем более, там первая часть была обновлена, там все полностью поменяли. И вот, в комментариях к этой игре разработчики писали, что можно переходить в другие игры Мой город. Я не знаю, как это делать пока месть, а если вы знаете, то подсказывайте, пожалуйста. Буду вам благодарен, и в следующем обзоре это уже сделаю. На сегодня все. Если вам понравилось это видео, поддерживайте его с вами лайками, комментариями. Также не забывайте делиться с друзьями. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. А если вы хотите себе эту игру скачать, то ссылочка на меня, как всегда, в описании к этому видео. Не приближдаю, игра платная. До новых встреч, пока-пока.